Всем привет, я с Украины. Ребят, сегодня будет очень интересное видео, обязательно смотрите его до конца. Я постараюсь ответить вам на многие ваши комментарии и также объяснить очень серьезную тему, о которой должны знать каждый из вас, тем более жители Украины. Прежде чем я начну это видео, хотел бы обратиться на украинском языке, это займет не более 20 секунд, для жителей Украины, для жителей моего города, в городе Смело, в котором я живу, это именно для них. Все понимают, все знают, смотрели за моим фейсбуком, за моим инстаграмом, то, что я сейчас собираю сбор средств. У нас сейчас сложная ситуация в стране. Еще обратиться именно к своим товарищам, друзьям, которые у меня есть в списке друзей моих на фейсбуке, либо в инстаграме. Обращаюсь именно для Украины и обращаюсь именно на украинский мове. Шановные жители места Смело, это место, где проживаю я, где проживаю моя родина, где я вырис. Хочу звернутися до вас с такой промовиной. Вы все знаете, что у фейсбука я выставил пост на поддержку украинских хлопцев на передку. Все вы знаете, что в нашем месте очень тихо, спокойно. Ваши, наши дети сплять у теплих кроватках, так? Ви прокидаетесь зранку, пьете горячую каву, ви їсте теплі-горячі обиди. Але десь там, 200-500 км від нас, є бейві дії. Люди, діти сидять у підвалах. У голодні, холодні. Деякі вже мертві. Розумієте, до чого я веду? Я прошу вас не бути похоїстами, а допомогти українським хлопцям, які на передку. Я збираю зараз кошти на автомобіль хлопцям. Є людина, яка за 800 доларів віддає автомобіль. Цей автомобіль піде на нужди нашим хлопцям, які обороняють нашу державу. Моє звернення до тих людей в моєму місці, в моєї області, в моєї країні. Якщо у вас є дійсно велике серце, допоможіть зі збору для наших українських хлопців, які є на передку. Для них потрібні автомобілі, для них потрібні ліки. Ось, ще перекинули. Добре, дякую. Для них потрібні ліки, потрібна їжа. Тільки разом, разом ми зможемо допомогти і об'єднатися, не бути похоїстами. Одна гривна з вашого рахунку може врятувати життя людей. Тільки благодаря цим хлопцям, які боронять нашу державу, ми спимо спокійно в своїх домівках. Я вставляю карти реквизиту на моє ім'я, будь ласка. Ті, хто зможе хоча б одну гривню скинути на допомогу нашим хлопцям. Офіційно займаюся цим я. Ніякого обману немає і не буде. Все буду я підтверджувати офіційно, викладувати усі пости на фейсбуці. Ну що, ребят, продовжаємо далі. Що хотілося вам сказати. Ребят, тим, хто не знав, що у мене є в телеграмі група, де я публікую все те, що твориться на території нашої країни, де проходять бойові дійсві, де у нас війна, полномасштабна війна. Я вам скидываю видео з фронта, де люди деляться, там аудиторія, подписчики деляться, с независимых источників я беру. Увисуйтесь, обязательно, кому це интересно смотреть правду, обязательно смотрите правдиві источники. Именно в описіне під видео я ставлю на свою групу в телеграмі. Ну що, ребят, сегодня очень главний момент. Я сьогодні поговорю о Ніке, о моєй, о чому ще поговорю, о семье. І поговорю о самому главному, то, що я вас хотів всіх предупредити. Ви знаєте, що воєнне положення зараз в нашій країні. Це раз. Доньші йдет кошмар. Ужасно йдет доньші. Ви знаєте, що зараз йдет війна в нашій країні, в Україні. Пользуясь цим случаєм, я хотів би убереч вас від того, що зараз відбувається. Тому що ви розумієте, що коли війна, інші люди, не розумією цього, заробляють на чужому горе. Ви знаєте, що я дуже довго ввел рубрику «Аферисты в сетях». І зараз у мене є для вас дуже інтересна інформація. Моя підписчиця, дівча, звути її Алена, не буду дальше назвати її нік, зкинула мене дуже серйозну інформацію, то, як вони добиралися з біженцями з Луганська. Я хотів би вас просто предостеречити, як вона попала, попала її сем'я, ще одна сем'я, там, я так понимаю, две семьи. Хочу зараз зачитати вам то, що вона прислала, щоб ви розумієте, що на самом деле твориться. Обязательно послушайте то, що я вам зараз скажу, тому що сейчас це видео спасет дуже багато семьи, дуже багато людей. Задумайтесь перед тим, як ви будете собиратися куда-то уїжджати з України. Вообще, да і не тільки з України, просто задумайтесь, тем более сейчас в цей сложний момент. Обязательно вслушайтесь в каждое слово, смотрите скрины, які я буду викладати сюди на екран. Значить так, Евгений, здравствуйте. Все ми знаємо, яка ситуація зараз в Україні. Хотела б вам с вами поделиться своїм несчастьем. Ми, як і багато українців, хотіли виїхати за границю. Приїхали во Львов і решили знайти роботу через інтернет. А потім вже уїхати. Нашли об'явлення, написали девушці в ватсапі. Она сказала скинути 16300 гривень на пакет документов в Германі. Ребят, це около 550 ділядів. Думаю, ви вже догадалися, що ніяких документів немає, і нас просто надурили. Естественно, діньки нам не вернут. Просто хотілося б помочь остальним, щоб люди не попадали в такі уловки. Ребят, будьте осторожні, нікакі діньки не вздумайте скидывать наперед. Я і написав, що скиньте, будь ласка, якісь підтверджуючі скрины, записи розговорів. В общем, вона в них масло прислала, я не можу, там, просто штук-стол. Они на моєму телефоні, але скоро скину. Як ми узнали, таких мошенників багато. Все вони работають по одной схеме, говорять одно і то же. Общаються вони голосовими, на звонки не отвечають. А голос подстроен так, що там і діти на фоне. І все кажется безумно реальним. Як тільки ти сбросив діньки, ти никому не нужен. Хоча, можливо, чоловік на це скинув последні свої збереження. Але їх це не волнує. Ви понимаєте? Ребята, то есть це підстроено так, що на фоне дітські голоса включаються, діти бегають, ви понимаєте? Ну, це все дуже красиво сделано. Значить так. Ви або я зараз вам скидаю скрин, вот с переписки. Ну, здравствуйте, ми з України, ми срочно іщем роботу. Нас две мамочки, двоє дітей по 17 лет. Ми все вместе готовы работать. Що ви нам можете предложити, какую роботу? Сейчас ви услышите далее разговор, о чём говорит аферистка. Ви понимаєте, що? Ви сейчас видите у себе на екране такой вот скрин. Упаковщик одежды не предлагает брендовой одежды Zara. Да? Склад. О, боже мой, какой дождь. Отдалюсь от окна, потому что очень сильно идёт дождь. Он бьёт прямо под іконку, короче, і буде плохо слышно вам. В общем, предлагают, що вони? Упаковщик одежды брендовой одежды Zara. Зарплата 2900 евро в месяц, да? В Германии. Там контактное лицо, типа якобы Татьяна пишут, номера телефонов. Очень много разных скринов. Как они грамотно всё расписывают пятирабочий день, там, пять дней в неделю, с восьми до десяти часов, да? То есть можете работать. Также предлагают там на фабрике кофе, кофе, да, работать на какие-то. Ну, в общем, очень много работы предлагают. Вот скриншит, то семья отправила 16300 гривень. Смотрите, стоимость пакета документов и доезд до работы составляет 350 евро. Оплачивается двумя ровными частями. Первая часть оплаты при подаче и подписании договора. Вторая у вас снимается с первой заработной платы. Что дальше? Да, вы правильно понимаете. 350 евро из-за человека. Ну, вы сразу всю сумму не оплачиваете. У вас идёт двумя ровными частями. И так как у вас дети ещё несовершеннолетние, вы за них оплачиваете по 100 евро. Оплата только за взрослых по 350. За детей вы оплачиваете по 100 евро единоразово. Больше вы за них не оплачиваете. А у вас уже будет первая часть оплаты 175 и вторая первая заработная плата. Девушка, заработная плата указана в нету. Это чистыми. То есть уже без налогов. Сейчас я вам пришлю актуальные вакансии. Вы теперь уже понимаете, в чём здесь дело? Всё грамотно, красивый подход. Они надеются, что люди в спешке. Люди приезжают с разных городов. Они не знают, куда деваться. Сразу ищут в себе убежище. Думают, что всем украинским людям помогут. Но на самом деле, ребята, это не так. Есть люди, которые пользуются доверием. Пользуются доверием вот таких вот людей. Семей, с детьми. Сейчас без мужей. Понимаете? И они их просто обманывают. Люди отдают последние свои сбережения. Последние свои деньги. Я хотел бы вас предостеречь. Таких ситуаций достаточно много. Хочу просто как бы как-то позаботиться о вас. Потому что я всегда думаю о вас. Хочу предостеречь вас в такой ситуации. Те, кто сейчас находится в моей стране, в Украине. Все мы знаем, какая здесь ситуация. Я вас прошу, будьте аккуратны. Перед тем, как вы выезжаете во Львов. Со Львова вы едете на Европу. Польша, Германия, Канада и другие какие-то страны. Прежде чем брать с собой документы. Распечатать тексерокопию вашего паспорта. Положите ее отдельно в другой карман. Если на вокзалах вас приветствуют, якобы, вы видите, волонтеры. Они в спецодеждах волонтера. У них светятся вот эти всякие жилетки. Они там кучкуются 5, 6, 10 человек. У них наличие на руках разные документы, папки, бумаги. Если они вас просят или требуют у вас, передать им ваши паспорта, якобы они вам помогут перебраться в какую-то другую страну, обещая вам мнимо, что у вас будет работа, вас устроят на какие-то работы, очень хорошая вы и красивая девушка и ваших детей устроят. Я вас прошу, никакому волонтеру не давайте документы. Волонтер не имеет права брать в руки ваши документы. Никогда этого не делайте. Ваши документы всегда при себе. Меньше верьте людям. Ребят, потому что сейчас под шумок очень многие не возвращаются вообще домой никогда. И никакой уже муж, никакие ваши родители, братья ваши и сестры больше вас не увидят. Потому что вы попадете в сексуальное рабство. Сейчас под шумок этой войны люди пропадают. Пропадают на трансплантации органов. Понимаете, их просто разбирают по частям и тела выкидывают, забирают органы. Под предлогом того, что вам сейчас везут вам куда-то вас кому-то домой на подселение. Вы смотрите, какие случаи бывают, случаются. Людей насилуют. Вы можете не вернуться. Вам наобещают хорошую работу где-то официантом в ресторане крупном. Вы будете по 3000 евро получать. Вы приезжаете, вас кидают в подвал. И вы будете работать там до своей смерти. Или пока не умрете все в ранах, изнасилованы от клиентов. Я прошу вас быть внимательными. Ехать туда, куда вы уверены, куда вы едете. Либо вас, чтобы встречали ваши родственники. Не едьте на Абу. Я вас прошу. Если вы столкнулись с какими-то трудностями. Вам некому сообщить. Некому помочь. Напишите, пожалуйста, мне. Пишите мне в инстаграм. Я сейчас стараюсь читать. Но если вы действительно столкнулись с серьезной проблемой. Вам негде жить. Там вы пытаетесь как-то выехать со своих там оккупированных городов. Я не знаю. Вы как-то выбрались. С городов, где сейчас обстрелы. Где люди умирают. Пишите мне в инстаграм. Если нужно, я подселю к себе ненадолго. Если вы там проездом 2-3 дня. Я могу забрать к себе лично к свою квартиру. Я за свои слова отвечаю. Если вы реально вот с тяжелых городов, где сейчас боевые действия. Где городов камня на камне нет. Вы как-то смогли выбраться. Вы можете у меня несколько дней переночевать. Без проблем. У нас тихо. В нашем городе тихо. Смело. Черкасса. Черкасская область. Пока у нас все спокойно. Я приючу. Я могу семьи приютить. 2-3 дня. Раз вы там дальше поехали. Нашли чего-то. Вот как вот ездить. И вот так вот. Семьи ездят и ищут. Потихоньку останавливаются. Пока не найдут лучшее предложение. Я мог бы не постоянно. Но мог бы несколько семей постоянно принимать. Потихонечку. И вы могли бы оставаться. Зная, что вы приедете в город смело. И вы можете остаться какие-то несколько дней у меня. Без проблем. Я обещаю вам какой-то притулок. Где здесь можно покушать. Покупаться. И переночевать. Без проблем. Я в этот тяжелый момент помогу. Я не отказываюсь от помощи. Что еще хотел сказать. По поводу угроз, которые мне пишут. Все вы знаете мою позицию по поводу войны. Это было с самого первого видео. Вы все понимали. Когда у нас шарахнула война. Вы все понимали на какой позиции. Да. Я за свою страну. Я за свой народ. Я за свой дом. И за свою землю. И за свою семью. То есть я буду грызть горло. Убивать вот этих, блин, просто орков. Которые без спроса лезут в мой дом. И убивают моих детей. Моих друзей. У меня уже несколько друзей моих погибло. Вчера умер мэр нашего города. Города Смелы. Погиб. Он поехал воевать. Это бывший наш мэр. Вот он был несколько лет назад. Он погиб. Погиб как солдат. Отважный солдат. Вы представляете? Мэр нашего города Смелы. Если кто вот не верит, наберите Алексей Цыпко. Светлая память тебе, дружи. Светлая память. Земля тебе пухом. Будем помнить и не забудем никогда. Я свою позицию всегда рассказал. Я свою позицию всегда говорил. О том, что я всегда был за Украину. И я буду за эту страну. Потому что если меня считают нацистом, если якобы я нацист, я нацист. Если я Бандера, говорят, что мы Бандера. Я Бандера. Я так и заявляю. Да, я люблю свою страну. Я вырос в своей стране. И я вижу, что здесь происходит. То, что мне пишут, что посмотрела твой телеграм-канал, отправила в прокуратуру и Кадырову. В лучшем случае на 15 лет сядешь. А так совет тебе беги, хлопец. Мне, по большому счету, насрать на вашего бородатого, блин, дьявола. Понимаете? Вообще, просто насрать. Брил его, как хотел. У нас от школьника до ботана, я еще раз говорю. От всех маленьких детей до подростков. Все вашего Кадырова вертели, как хотели. Запомните. Это для вас он авторитет. Для нас он просто никакая обезьяна. И то, что мне пишут комментарии там по поводу того, что там меня там вскроют мне кишки, за мной уже идут. Зря я так говорю. Как же я могу так говорить? Как я могу вообще сказать на Рамзана? Да мне вообще насрать вообще, поверьте. У нас никто ничего не боится. Мы свободная страна, дружелюбивая страна. У нас есть свобода слова. Мы не рабская страна. Мы не боимся ничего. Мы говорим то, что хотим. Нас не запугать. Ребят, моя позиция ясна. Я за Украину. По поводу украинского языка. Перехожу ли канал Video Baby Life на украинский язык? Скорее всего, да. Мне сейчас просто очень тяжело говорить на украинском языке, так как всю мою сознательную жизнь я говорил на русском. И мне немножко тяжело привыкать на украинском, так как я думаю немножко по-русски, формулирую свое мышление на русском языке. И я не совсем еще знаю очень хорошо украинский язык. Я буду немножечко учить, и я все равно перейду на украинский язык. Это 100%. Дальше. Что пришло мне, какое мне еще пришло сообщение? Кто-то мне прислал. Евгений, здравствуйте. Сейчас ситуация в мире, и многие украинские блогеры перешли на украинский язык. Ага. Может для вас это лучше. Но русская аудитория, которая смотрела украинских блогеров на протяжении нескольких лет, не понимает этот язык. И на самом деле, очень обидно, что мы живем в такой стране, где ничего нельзя. Один лишний шаг и тюрьма. Всей душой надеюсь, что вы останетесь снимать для нас видео на русском языке. Ведь реально, русский народ же не выбирал, где ему родиться. Нам запрещает просто все. Митинги, снимать тиктоки. Нам ограничили смотреть иностранных тиктокеров. В ютубе мы не можем заработать. Инстаграм нам тоже запретили. Многие сидят в инстаграм через VPN, по-другому никак. Так, всякие бренды и так далее нам тоже ограничили. Нас просто ненавидит весь мир из-за того, что мы живем в России и ничего не можем сделать. Надеюсь, все это скоро закончится. Это мне прислала моя подписчица с России. Зовут Женя. Ник не буду говорить. Спасибо большое адекватному человеку. Я знаю, что большинство из вас, моей аудитории, до сих пор смотрит меня. И большинство из вас, вы адекватные люди. Меньшинство мне пишут угрозы. Пишут, что меня там и кишки мне вскроют. И насиловать меня будут русские солдаты. Я не знаю. И Кадыров ко мне уже просится. И чеченцы мне вот эти, Кадыровцы именно, мне пишут там, угрожают мне. Вертел я всех, поверьте. Могу послать вслед за кораблем. То есть, ну, для меня это нелюди. Это шакалы и шайтаны. Я знаю, что большинство из вас адекватных, настоящих. Я люблю вас такими, какими вы есть. Вы смотрели меня очень далеко. Я со многими друзьями уже давным-давно попрощался. С теми, кому я помогал. Кому я относился хорошо. С кем я переписывался. Кому я помогал с аферистами в сетях. Очень многих друзей я уже просто подписчиков своих потерял. Я даже не отвечаю на сообщения, потому что смысла нет вообще. Они рогами упертые. Ну, мне нет смысла с такими людьми общаться. Все. Я искоренил из своих друзей, которых я называл уже подписчиков. Просто лишил их желания даже с ними общаться. Так что, ребят, я верю у вас, что вы большинство еще есть все-таки в России нормальных, адекватных людей. Я вас уважаю и люблю. И мое уважение к вам не перестанет быть. Запомните это. Вы меня очень многие смотрели долго. Я знаю, что вы на стороне света, на стороне нашей страны, Украины. Я знаю, что многие боятся говорить. Ну, хотя говорят. Я знаю, что многие мне пишут и на стороне Украины. Спасибо вам, ребята, что вы есть. Что еще хотел сказать насчет Ники? Ника еще дома. Ребят, Ника же в положении. Она с родителями сидит. Я сейчас дома. Я нахожусь здесь. Я живу сейчас один. Как я отношусь к русским? Что я хочу сказать? К мужчинам, которые против нас говорят на нашу страну, унижают нашу страну, которые здесь убивают наших людей, я просто ненавижу. Я ненавижу, я ненавижу их, я ненавижу их семьи. И я готов просто сам душить таких людей, которые пришли убивать нас, наш народ. Не мы пришли. Нас пришли убивать. По отношению к остальному русскому народу, который находится сейчас в России, те, кто желает смерти, пускает пену, бьется головой об стену и кричит, что мы хохлы, мы нацисты и бандеровцы, смерть нам. Я просто вертел их, как хотел. Честно говорю. Вы там обижаетесь, наобижаетесь. Если вы тупоголовые обезьяны, которые желают смерти нашему народу, вы этими рабовладельческими обезьянами и останетесь просто. Тем, кто понимает все, что происходит, а я знаю вас очень много, тех, кто знает, что здесь правда и что здесь сейчас происходит, те, которые жалеют нас, те, которые пишут слова благодарности, с учетом того, что им грозит, перекинули еще денежки, спасибо, то, что им грозит, эта наказуемость до лишения 10-15 лет, они все равно продолжают мне писать. Я просто не могу это публиковать, ребята, потому что я волнуюсь так же само за вас. Это граждане России, те, которые хорошим словом вспоминают нас. Вот этим людям мне просто приятно с такими людьми общаться. Я говорю спасибо, что вы с нами. Несмотря на то, что вы русский народ, вы понимаете, что вы граждане России. Но еще раз повторю, но тому конченому быдлу, которое видит в нас, я не знаю, людей-ганнибалов, которые распинают детей, которые пьют кровь детей, едят детей. Мы нацисты-пандеровцы, убиваем друг друга. Просто идите все за русским кораблем. Я надеюсь, объяснил вам все то, что хотел. Всех люблю. Всем дебилам до свидания. Но всем самым правильным, настоящим. И тем, которые с нами. Слава Украине! Я люблю вас всех. Я всегда с вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!